Добрый вечер телезрители, добрый вечер участники. Я приветствую вас в студии Лангальского регионального телевидения на очередных политических дебатах. И гости нашей студии, кандидаты в депутаты 12-го сейма Василий Смоль, представитель партии Единство, добрый вечер. Вячеслав Дубовский, депутат Розыгненской городской думы, кандидат в депутаты от партии Едины для Латвии, добрый вечер. Олег Хлебников, депутат 11-го сейма, представитель социал-демократической партии Согласия, добрый вечер. И Янис Деневич, предприниматель, представитель объединения Латвийских регионов. Добрый вечер. Я напоминаю, что на каждый ответ вам дается по одной минуте, а также 30 секунд, затем на дебаты, споры с оппонентами, корректировки своих ответов, быть может. И так, пожалуй, начнем свою дискуссию с весьма наболевшего вопроса. Это образование. За последние 10 лет в Латвии закрыли 20 сельских школ. И последние две закрыты были буквально перед началом учебного года в Беликском крае. В связи с этим возникает вопрос, в чем проблема, почему закрываются сельские школы? Это проблема образования или проблема в чем-то иное? А значит, каково решение, как сохранить оставшиеся школы? Спасибо. Школы закрылись не из-за того, что они были переполнены учениками, из-за того, что там было огромное количество желающих учиться, и были какие-то другие факторы. Школы все-таки закрылись из-за того, что наши регионы вымирают, молодежи становится все меньше, детей становится не просто меньше, а катастрофически мало. И из-за этого школы, собственно, и закрывается. Здесь я хочу добавить, что меня очень удивляет, конечно, закрытие школы. На мой взгляд, это неверно, это неправильное решение со стороны Министерства образования и науки. Все-таки школы нужно тянуть до последнего. Хороший пример приведу из Норвегии. Буквально пару дней назад был на конференции, которую организовало норвежское посольство. Они привели пример одной из деревушек. В Норвегии тоже есть проблема оттока населения, большие мегаполисы. Потрясающий пример. Была школа на три ребенка. Они обеспечили там электронное обучение, дистанционно подключались преподаватели из других школ и обучали их. Сегодня там учится уже 18 детей. И они тянут эту школу, и впоследствии эти юноши, дети получат аттестаты. Ровно точно так же можно было сделать и нам. Пожалуйста, господин Данилевич. Я хотел бы заметить, что закрытие школ, как всегда говорят, связано с финансами. Однако тут что-то не так. Если смотреть в целом по Евросоюзу, образование в Латвии тратится больше, чем в среднем по Евросоюзу. Хотя бы здравоохранение как раз меньше. Значит, не масса денег виновата, а система, которая это финансирование делит. И на наш взгляд, наша программа предусматривает, что до четвертого класса мы должны по возможности ближе к жилью давать образование. И что надо иначе использовать помещение школ. Тем самым, я думаю, что для содержания школ надо привлекать финансы от других разделов бюджета, еще кроме образования. Потому что школа выполняет не только образовательную функцию, особенно маленькие школы в сельских регионах. А здесь я считаю, что допущена ошибка, где финансирование идет за учеником. Я считаю, что нужно обеспечить финансирование, необходимое для содержания школы. Мой коллега как раз сказал, что нужно школу оставить столько помещения, сколько нужно. И финансирование выделять на зарплату учителям и содержание школы. И еще нужно в этих школах начинать профобразование. Тогда мы сохраним детей и на селе, они выйдут и с начальным образованием, и со специальностью, и получим больше в техникуме среднее образование. Господин Хлебников, пожалуйста. Сейчас в Министерстве народного образования рассматривается вопрос о новой системе финансирования школ. Потому что система, когда деньги шли за учениками, делала большой разрыв между зарплатами больших школ и малых школ. И получается так, что каждое самоуправление разрабатывает свое положение об оплате учителей, выделяется из общего котла каждой школе какая-то сумма, и потом уже эту сумму школа делит между учителями. И если новая система заработает со следующего года, я думаю, что это немножечко поможет сохранить маленькие школы. Но пока идет ее апробация, начнется апробация в 60 школах. К сожалению, ни прельские новости, ни резек, ни не представлены в этом проекте. Но с 19 января начнется эта система апробироваться во всех школах Латвии. Будем надеяться, что самоуправление, я думаю, что не очень заинтересовано в закрытии малых школ. В таком случае у меня возникает вопрос. То есть, как вы считаете, в основном сохранение школ именно насилия зависит больше от государства или все-таки от самоуправления? Кто должен в данном аспекте приложить больше сил, чтобы настоять на своем и сохранить то, что есть? Я считаю, что здесь, в принципе, большую роль должно взять на себя самоуправление, но государство должно все-таки обеспечить то, что было записано в основных направлениях развития образования. То есть, дополнительное финансирование малым школам. А самоуправлению выгодно сохранение малых школ для того, что это сохраняется поселки, это сохраняется молодежь на селе, и это дает стимул людям работать на земле. Я думаю, что ответственность должна быть на обеих, как на государство, так и на самоуправление. Государство должно представить четкую модель, как будет проходить этот процесс. И еще раз подтверждаю, что школа — это не только образование, школа — это и определенная социальная функция. И под эту социальную функцию надо выделять дополнительные деньги, которые позволят школе лучше сводить концы с концами. А самоуправление, оно отвечает за конкретную ситуацию на своей территории. Она лучше всех знает, какое же там положение с педагогами и все остальное. Спасибо. И перейдем к второму вопросу. Если говорить о медицине, на данный момент ситуация дошла до того, что университет имени Павла Страна, который на данный момент готовит специалистов, сделал, скажем так, руководство, сделал такой шаг, что подписало меморандумы с региональными центрами. На данный момент отдал Гопол Срезык, чтобы каким-то образом в региональной больнице привлечь новых специалистов. В чем проблема? Почему специалисты сюда не едут? И как сохранить уже имеющихся? Потому что, например, в Далгополском агентстве занятости последние полгода постоянно 20-30 вакансий свободных для врачей. Они не едут работать в региональной больнице. Как решать этот вопрос, господин Хлебенко, пожалуйста? Ну, этот вопрос довольно серьезный, потому что, в принципе, закрытие маленьких городских районных больниц, так как в Луде, в Прейле, в Краславе, они как бы всю ответственность перенесли на два города в Латгале. Да, у Гопол Срезык и Резыкны. И то, что здесь не хватает врачей, это, я думаю, проблема, опять же, в зарплате. Потому что, уезжая за границу, они получают в 10-15 раз большую зарплату, чем здесь. И за такие деньги они просто не хотят работать. Какой выход? Выход повышать зарплату. Или еще найти какие-то другие способы стимулировать врачей. Все, господин Дубовский. Ну, безусловно, очень глупо говорить, что врачи поедут работать сюда, когда у них есть возможность ехать в другие места, в геомедово регионы, в другие места и зарабатывать там значительно большие деньги. Ну, извини, дураков нет. Есть, конечно, некое количество патриотов, которые возвращаются, но оно будет настолько ничтожно мало, что оно не закроет и не спасет нашу систему здравоохранения. Конечно, самоуправление со своей стороны тоже пытается вмешиваться в этот процесс. Здесь не только институт Павле Страудене. К примеру, Резекнецкое самоуправление выделило стипендии для врачей с условием, что они должны будут 3 года отработать потом после этого в Резекне. Мы надеемся на то, что они здесь потом осядут и останутся. Но, безусловно, надо менять систему здравоохранения. И, как сказано у нас в программе партии, нужно вводить обязательное социальное страхование. И только таким образом мы сможем увеличить приток денег в медицину. И, безусловно, тем самым повысить зарплаты врачам и заинтересовать их ехать, работать в региональные центры, а не только оставаться в Риге. Господин Смор, пожалуйста. Здесь я вижу еще проблему в том распределение квот между больницами. У нас в Луцзе больница с шикарнейшим оборудованием. И больных везут с ЗИЛу помимо Луцзе в Резекне, так как здесь есть квоты, а здесь большая очередь перед нагруженность. А в Луцзе пустует такое оборудование. И вторая проблема. Если, например, врач сам проживает в Луцзе, ему сложно ездить работать в Резекне или куда-то, он выбирает как-то эти варианты, это уезд за границу. Если будут правильно распределены квоты на оказание медицинских услуг, то тогда и сохраним и врачей, и рабочие места в тех регионах, где они живут. То есть получается, что нам нужно менять законодательную базу? Да. И получается, что депутаты, которые на данный момент находятся в семье, они не понимают этого или не хотят делать? Я хочу здесь сказать одно, что если берем самоуправление и государство, у них нет прямой связи. Должен быть лоббирование делает депутат. Вот если этот раз в Латгалии получат больше мест депутаты, то, естественно, будет лучше развиваться в Латгалии. Лобби должен заниматься депутат от того региона, от которого он избран. Спасибо большое. Господин Зиневич, потом у нас будет время для добавки. Я хотел бы заметить, что парадоксальная ситуация. Латвия на первом месте, кажется, в мире по производству врачей на душу населения. Это было где-то три года назад, и сейчас где-то на третьем месте. Однако для Латгалии не находятся врачи. Они из Латвии ездят работать, бог знает куда, а тут нет. Как можно решить эту проблему? Я считаю, что те, которые дарма учились на врача, можно, я извиняюсь, как в советское время, прямим назначением. Латгалию, пожалуйста, отработайте три года за те деньги, которые, в принципе-то, вам, на вас потратило государство, на ваше образование. И второй подход, то, что уже тут говорилось. Значит, должна быть серьезная страховая медицина. Спасибо большое. Дополнение? Я же хочу немного откорректировать Василия. Касательно вопроса того, что самоуправление не может сегодня не иметь взаимодействия с Саймом. Имеет. Есть и ЛСП, ЛПС, то есть, простите, Латвия, с Паш Валдейбусамина, которая может продвигать свою точку зрения. Есть сотрудничество, к сожалению, нет понимания со стороны Сайма нужд самоуправления. Вот это все-таки главная проблема, и нам в наше ведение медицину пытаются тоже перевести, я имею в видение самоуправлений. Поэтому, безусловно, надо быть внимательнее со стороны Сайма к самоуправлению и самоуправлению. По данному вопросу, дополнение? Спасибо большое. И этим летом предприниматели различных отраслей, которые, в принципе, включают в себя все, и сельское хозяйство, испытали двойной экономический удар. Это последствия санкций России, а также последствия вируса африканской чумы свиней, которые у нас до сих пор еще последствия не устранены. То есть многие волнуются, что, возможно, грядет вторая волна кризиса. А в связи с этим у меня вопрос. Как вы, как кандидаты в депутаты, видите решение нашим государством таких проблем, как, не знаю, какой-то план подстраховки? Или, то есть, у нас должно быть либо законодательство, либо программа, которая... У нас государство всегда борется с последствиями, чтобы не бороться, а быть, вести немножко дальновидную политику. Вот какие ваши предложения в связи с этим, господин Сума? Ну, здесь я вижу только что, берем про этому, где Цокумерс был, да, государство приняло поспешное решение, как бы боясь и предостерегаясь. А после, когда поднялись крестьяне и собрали все подписи, государство стало отступать, поэтому нам нужно иметь очень хорошие структуры ветеринарных, этих врачей, нужно иметь хорошие структуры в защите крестьянства. И я считаю, что мы должны первоначально, прежде чем принять какое-то решение, его подразделять на три фазы. Первая, незначительно повлияет на экономику. Вторая, повлияет на экономику. И третья, когда очень повлияет на экономику. И чтобы принять правильное решение, мы должны всегда принимать то, которое незначительно повлияет на экономику. Если бы все законодательные базы принимались так бы, все решения правительства принимались так бы, то тогда мы и сохранили и сельское хозяйство, и предприниматели. Жаско, господин Хлебников. Я думаю, что здесь еще очень важно то, что государство очень сильно зависит от Евросоюза. Потому что наш министр сельского хозяйства был недавно в Брюсселе. И особой помощи, чтобы крестьянам выплатить какие-то пособия за потерянный скот и за то, что они не смогли реализовать свою продукцию, все-таки будут незначительные. А это может привести к тому, что многие крупные сельскохозяйственные производства у нас начнут закрываться. Это опять потери рабочих мест, это опять уменьшение налогов. И поэтому государству в таких экстренных ситуациях надо принимать, я думаю, оперативные меры и действительно выручать людей, особенно сельскохозяйственников, попавших в беду. Во-первых, хочу напомнить Василию, что он представляет партию ВИН, которая сейчас находится у руля, поэтому, наверное, вам несколько сложнее критиковать решения правительства и так далее. А во-вторых, я хочу сказать, что все-таки есть ряд мер. Первое, Латвия, как полноценный член Европейского Союза, может влиять на санкции, на принятие их в отдельных отраслях. Мы видим, что с Латвии с Дзелссельш удалось все-таки санкции не ввести на вторую сторону, на российскую железную дорогу. Во-вторых, необходимо более энергично, на мой взгляд, имея тем более еврокомиссары сейчас своего заместителя, председателя Еврокомиссии. Надо более интенсивно работать в Брюсселе и выбивать, что называется, помощь нашим крестьянам. Ну и третье, конечно, самое важное, стимулировать внутренний спрос. Я разговаривал на днях с Бюро по контролю за закупками. Я спросил, как вы относитесь к слову протекционизм? Представитель Бюро сказала мне, что плохо, но не запрещаем. Поэтому мы всегда можем заниматься протекционизмом и продвигать своих местных потребителей на пищевом и прочих рынках, и это будет нормально и адекватно. Этим надо заниматься. То есть вы готовы это делать? Безусловно, если избиратели доверяются, готовы. Я хотел бы сказать, что необходим, просто необходим план чрезвычайных ситуаций в народном хозяйстве. Такого у нынешнего правительства нет. И по поводу, что делать Кадырцу Кумерис, и по поводу, когда появляются санкции. И тут я согласен с коллегами, которые говорят, что мы не полностью используем те возможности, которые дает Евросоюз. Мы привыкли выступать из серии «Попросить быть образцовыми учениками» и так далее. Забыли такое слово «требовать». И это просто необходимо, чтобы как-то выходить из этих ситуаций. Мы все время валим, что правительство и так далее... Ну, я не сторонник Вену, я извиняюсь. Однако, я хотел бы сказать, что и предприниматели должны сделать серьезный урок от этой кризисной ситуации. Если вы делаете свой бизнес в стране на 80%, вы обязательно должны считаться с возможной ситуацией, при которой ваши убытки не покроют ваши доходы. Спасибо большое. Кто-то хочет рассказать? Может быть, да. Полминута. Все-таки не хватает, на мой взгляд, еще интенсивной работы со стороны ЛИА, Латвия с инвестицией от Истебеса агентура, которая, ну, она всегда так вальяжно себя достаточно вела, ЛИА, и не очень помогала предпринимателям, на мой взгляд, я тоже предприниматель, осваивать новые рынки. Вот, мне кажется, сейчас тот момент, когда ее актуальность выросла, как никогда. Поэтому нужно просто срочно собирать миссии и ехать на другие рынки, что называется, завоевывать их и отбивать у конкурентов. Спасибо большое. И на этом мы закончим наши политические дебаты. Спасибо большое за ваше участие, за ваше суждение. Всего хорошего. Уважаемые телезрители, я надеюсь, что наши политические дебаты помогут вам сделать правильный выбор. До свидания. До свидания.